Парфюмерный канал Это видео нашло достаточно большой отклик по меркам моего канала. Я очень довольна, благодарю вас, что посмотрели мое видео, что прокомментировали. Я хочу продолжить разговор об осознанном потреблении. И в сегодняшнем видео я хочу поговорить об ароматах, которые меня неприятно удивили. Сразу скажу, что это только мое личное восприятие. Я никого не хочу обидеть, никого не хочу задеть. Потому что я знаю, что подчас реакции, негативные реакции на тот или иной парфюм вызывают всплеск эмоций. Как будто бы я задеваю какие-то личные чувства, личные качества. С одной стороны, это, конечно, тоже понятно. Если вы любите парфюм, или кто-то его ругает, кто-то кому-то не нравится этот парфюм, то как будто бы это вот касается тебя, твоего вкуса, что ну что же у тебя, мол, такой вкус. Давайте сразу договоримся, что здесь не идет речь о оскорблении чего-то вкуса, или принижении, может быть, или вот что-то таком негативном. Я рассказываю только то, что вот ощущаю я по отношению к конкретному аромату. Так что заранее давайте, да, не будем обижаться. И еще хочу ответить на пару комментариев, которые оставили мои зрители в предыдущем видео к ароматам, которые мне понравились. Я живу в Германии. Тут все очень строго в плане законодательства, в плане защиты прав. И продать использованный или открытый парфюм, это не так-то просто. eBay это дело практически прикрыл. То есть производители, у них есть определенная политика в этом плане, они запрещают вот этим таким платформам продавать использованный парфюм. Это должны быть какие-то сертифицированные дилеры и так далее, и тому подобное. Я пыталась, честно скажу, я пыталась продавать какие-то ароматы, которые, ну, мне не очень понравились. Я даже пыталась как-то делать эти отливанты какие-то, но это все какое-то торгашество. Это все не мое. Во-первых, у меня нет времени на это. И потом вот это все торговать, вот это все выставлять, разговаривать с людьми. Потом, не дай бог, этот отливант пролился. Вообще мне это доставляло больше хлопот, нежели чем пользы. Я это дело прекратила. И поэтому вот для меня эти ароматы, которые, допустим, мне не подошли, не понравились, они у меня стоят, отдаются или ждут своего часа. Но я уже в последнее время не оставляю ароматы. Я их все раздаю. Те, которые мне не нравятся, я их отдаю. Что еще хочу сказать. Забыла я в прошлом видео упомянуть, что мой YouTube канал, он родился в разгар ковида. И как это произошло? Вот я очень хорошо помню этот момент. У меня всегда были парфюмы. Я всегда интересовалась, я всегда любила. Но у меня было раньше всегда, может быть, не знаю, флаконов 5-6, ну 7, может быть, максимум. И я следила за тем, чтобы они у меня заканчивались. И потом у меня только покупался новый. У меня были летние ароматы. У меня были какие-то такие повседневные ароматы, праздничные ароматы, которые вот у меня ассоциировались с праздником, с выходом. Ну и вот как-то я и зимние, и как-то я их так вот варьировала. Но всегда мне было интересно. Я всегда заходила в дьюти-фри, я всегда заходила в парфюмерные магазины, интересовалась. И потом я была на Кипре. В разгар ковида. То есть можно уже было, открыли они как-то границы, но с большими ограничениями можно было летать. И вот Кипр как-то он что-то ослабил. И я решила полететь на Кипр. И когда я уже летала, я была в дьюти-фри аэропорта в Ларнеге. Я не знаю, был ли кто-то из вас в этом дьюти-фри. Такого дьюти-фри, как в Ларнеге, я еще не видела. Огромнейший выбор даже низших ароматов. И я там ходила, вот у меня было достаточно много времени до полета, я вот с такими глазами ходила. Я увидела в первый раз Пин Халлиган с этими головами. Я все перепробовала. Я там выбирала. Там были какие-то бешеные, хорошие, вообще ненормальные скидки. Но потому что ковид, да, никто никуда не летает, никто ничего не продает. Эти дьюти-фри, они вот цеплялись за каждого этого бедного туриста. В итоге я что-то там себе купила, я уже не помню, что. И у меня был с собой, естественно, телефон. Вот как нас слушают, да, вот прослушка такая, вот эти телефоны, я удивляюсь. Это, конечно, вот эти, вот это вот искусственный, вот этот искусственный интеллект, как это все происходит. Вот прилетаю я домой, открываю свой телефон, пролистываю, и там мне YouTube предлагает видео на просмотр. Карина Цакоева, вы все ее знаете, кто вот интересуется парфюмерией. Сейчас у нее называется канал Мать Флаконов, очень прикольно. Я ее много смотрела, ее особенно старые видео мне очень нравились. Потом, естественно, YouTube же рекомендует, потом, значит, Лейлу я нашла, и вот так далее. И для меня открылся новый мир. И это причем, хочу заметить, в разгар ковида, когда все закрыто, когда твои прежние хобби, как бы, остались не у дел. Надо чем-то себя занять, хочется впечатлений, хочется эмоций. И вот парфюмерия, мир парфюмерии. Я это рассматривала всегда, ну вот, да, и количество огромное такое флаконов, оно же не сразу приобретено, не сразу же оно появилось, оно постепенно вот как-то прикупались, ароматы, за вот эти вот годы как-то накопилось, да. И я понимала, что это мое такое хобби, что на это хобби определяется, выделяется какой-то бюджет, да, и я могу себе позволить купить какие-то ароматы. Иногда бюджет был больше, иногда меньше, но я, наверное, каждый месяц покупала там сколько-то флакончиков, в зависимости от настроения и в зависимости от интереса, скажем так. И почему я говорю, ковид сыграл ключевую роль, потому что магазины-то были закрыты. Вот так вот прийти попробовать, и там даже нужно было регистрироваться в какие-то магазины, то есть это было, ну, просто какое-то сумасшествие. И все это было доступно в интернете, и как бы вот так вот все постепенно. К чему это хочу сказать? Я вот как бы раскрываюсь так перед вами, что может быть у кого-то похожая ситуация. И это, в принципе, ничего плохого в этом нет. Я никого не убила, да, я не отобрала последние деньги у детей своих, никто не голодал, там, ипотека заплачена, ну и все такое прочее. Просто какая-то сумма денег, я путешествовала, там, да, я... Просто самое главное в этом моменте поймать тот, то время, тот, тот отрезок времени, когда это становится уже чрезмерным, да, и отслеживать вот этот момент своей, как бы, зависимости. Но тут еще играет роль, конечно же, склонность определенного характера. Если бы вы видели мою чайную коллекцию, я очень люблю чай. Если бы вы видели, сколько у меня разных сортов чая. Я вот люблю, чтобы у меня все было и не кончалось. У меня начинается ужасный стресс, если я знаю, что вот у меня заканчивается там что-то. У меня определенно есть пунктики. Вот, например, мыло. Я не... Я вот у меня прямо начинает трясти, если я знаю, что мыло вот у меня... Ну, это определенный какой-то склад характера, казалось бы, да. Ну, закончится мыло, пошла, купила. А нет, а я люблю, чтобы у меня... Или, например, какие-то уходовые средства, крем там, да. Я люблю, чтобы у меня было вот запас, чтобы я не нервничала. Но это вот какая-то определенная склонность, да, моя. Я это знаю, я это отслеживаю и стараюсь держать это в рамках. Ну, вот с парфюмерией немножечко это у меня как-то вылилось за рамки. Поэтому я с вами этим делюсь, потому что, может быть, у вас такая же история. Это вот такое предисловие. Ну, и, конечно, когда ты покупаешь ароматы вслепую, не избежать разочарования. Это понятно, потому что у каждого разные вкусы. И вот сегодня я хочу поговорить о четырех ароматах, которые на данный момент для меня неприемлемы. Они куплены были отчасти вслепую. Два аромата, по-моему, я пробовала. Я несколько раз даже подходила к ним, пробовала, тестировала. Мне понравился этот аромат. Он у меня стоял закрытый. И вот я его сейчас открыла. И я понимаю, что на данный момент я не могу пользоваться этим ароматом. Ну что же, давайте перейдем таки к этим ароматам. Да, я вам рассказывала, что у меня были определенные... В предыдущем видео, что у меня были определенные фазы. Какие-то фазы длятся до сих пор. Мне до сих пор нравится, как какая-то определенная тематика. Я, наверное, выпущу видео о своих любимых ароматах. Ароматах, без которых, наверное, я не представляю свое существование. Ну так вот, давайте поговорим таки об этих ароматах, которые неудачные оказались. Недавно на моем канале вышло видео, посвященное ирисам. Вот это из той... Это из той серии. Это шапа, линейка у них такая приватная, наверное, называется, империале. Ирис Малика. Малика, насколько я знаю, исправьте меня, в мусульманском мире Малика, по-арабски, наверное, это означает королеву. Так вот они называют женщин своих. Ну, Малика. Королевский ирис, я так понимаю. Я его купила в Слепут. Аромат был достаточно дорогой. И вот он на меня стоял. И вот я его тут открыла. И что же это за аромат? Я почитала на фрагрантике, что о нем думают люди. Разные о нем мнения. Или его очень любят, прям его превосносят. Или он никак не заходит. Что-то такого посередине здесь быть не может. Что хочу сказать. Аромат... Вообще ароматов плохих не бывает. Давайте договоримся, остановимся на этом. Что для каждого аромат как бы свой. Ароматов плохих не бывает. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Этот аромат, конечно же, хорош. В своем... В своей определенной ипостази. Что я здесь чувствую? Ириса, пудрового, какого-то помадного. Я здесь совершенно не чувствую. Помады я здесь не чувствую. Что здесь мне чувствуется? Древесная такая вот база. Древесная составляющая. Амбра... Ну, вот такие, знаете, амбровые, спецовые, такие теплые ноты. Цветов особо я здесь не слышу. И для меня это достаточно такой маскулинный аромат. Держится он тоже очень плохо на коже. На моей. Час и его уже нет. Ну, что, в принципе, наверное, для меня хорошо, потому что он мне не очень нравится. И этот аромат у меня, наверное, перекочует на полку мужа. Если он ему понравится. К сожалению. Покупать вслепую я не рекомендую вообще ничего теперь. А этот тем более. Специфический аромат. Ирис. Такой здесь... Фантастический, скажем так. Дальше. Аромат, который я пробовала. Представляете? Ходила в магазины несколько раз. Я его пробовала. И он мне очень понравился. Это Дансатория от Карнер. Нишевый испанский бренд. Что мне в нем не нравится, это вот такая ситуация. Вот эти вот объемные деревянные крышки. Они почему-то отсоединяются от этой пластики, от этой пластиковой крышечки. И вот одна у меня уже потерялась. Причем же этот аромат? Я удивляюсь, как он мне в свое время мог понравиться. Это очень насыщенный, цветочный аромат. Плотный. Здесь белые цветы. Здесь иланки-ланк. Здесь жасмин. Ваниль. Вот что-то такое сладкое. И что-то он мне такое напоминает. Он мне напоминает какой-то аромат или какое-то событие. И, наверное, меня это привлекло раньше в нем. Но сейчас, на данный момент, для меня совершенно не на Сибелев. Я как-то пару раз к нему так вот подступаюсь. Периодически. Вот сейчас осень. Уже холодно. Периодически к нему подступаюсь. Но я думаю, что он у меня полежит. Может быть, в какой-то момент он мне снова понравится. Ведь уже он мне когда-то понравился. Может быть, у меня просто сейчас такая фаза. Потому что аромат-то дорогой. И держится он на коже очень долго. Они вообще стойкие все ароматы. Аромат такой, знаете, на грани фола. На грани такой, как вам сказать, перехода уже в такую плотскую, такую вот животность какую-то. Понимаете, какую-то такую сексуальность, такую кричащую. Ну, это мое восприятие такое. Ну, неудачная покупка. Ну, что делать. Следующий аромат также мною был протестирован. Но я сейчас предполагаю, что все-таки... Это у меня Kenza World Intense. Я думаю, что я все-таки тестировала просто оригинальный Kenza World. А забыла потом и купила вот этот вот Intense. Неносибельная для меня совершенно композиция. Здесь слива, пион, жасни, ваниль. Ну, вот что-то такое. Хотя создателем этого аромата является Куркджан. Его ароматы, как правило, бывают для меня приятны. Очень насыщенный, очень сладкий, фруктовый. Чрезмерно. Ну, понятно, да, Intense. Это все должно быть интенсивно. Для меня на данный момент совершенно не носибельная композиция. Хотя, конечно, аромат сам по себе хорош, стойкий, все, он яркий. Но мне кажется, вообще вот эти ароматы Kenza, они как будто бы сейчас пропадают. Не так-то просто их найти в магазине. Может быть, это вообще снятость уже, я не знаю, я не проверяла. Я знаю, что Kenza World очень популярные, их любят. И вот этот в частности тоже. Но тоже, мне кажется, или его любишь, или он совершенно не подходит. Вот для меня это такой вот вариант. Но, слава богу, вот этот вот не был очень дорогим. Ну, то есть, как-то какие-то были очень приемлемые деньги. Ну, и кульминация сегодняшнего видео. Аромат, который я даже не предполагала, насколько он для меня будет тошнотворным. Если можно мне употребить такое слово. Это Лоренцо де Лорези гиперборея. Да, гиперборея. Знаете, миф о северной стране, о арийской нации. Да, вот это вот Елена Балавадская, вот это вот все, да. Гиперборея. Белый, беленький такой вот аромат. Боже, сколько о нем, сколько ему дифирам поется на фрагрантике. Ютуб тоже иногда упоминает о нем. Некоторые блогеры о нем говорили, что это аромат чистоты, аромат чистого тела, чистой белой рубашки. Вот он такой весь, мяу-мяу, котеночек, такой красивый, божественный. Естественно, куплен вслепую. У меня здесь негде его попробовать. Дорогой, да, вы знаете, Лоренцо Виларези, дорогой аромат. И я его открыла. Он у меня куплен был и лежал. Все ждал своего часа. Чего ждал? И вот я его открыла. А там ландыш кругом. Ландыш, ландыш, ландыш. И это такой ландыш. Вот прямо такой ландыш, как вы понимаете, ландыш из спреев для освежителей воздуха, да, спреев для туалета. Ужас! Для меня это просто ужасный, неприемлемый аромат. И он у меня используется по прямому назначению, да. Он у меня используется, как освежитель воздуха. Представляете? Ужас! Да, вот такой вот печальный итог. И причем, что у меня есть вот один аромат, о котором я все мечтаю. Он мне всегда нравился. У меня был пробник этого аромата. Дорогой, нишевый, экс-нихило, аэрис порцелана. Стоит, раньше стоил, по-моему, 140 евро. Сейчас 190, 50 миллилитров. И для меня, ой, как дорого! Нет, нет, нет. Вот эти все ароматы, и у меня был бы, понимаете, тот аромат, который мне очень нравится. Вот это обидно. Ну да ладно, что тут поделаешь уже? Вот, хотела с вами поделиться. Пишите мне свои истории про свое осознанное или неосознанное потребление. Давайте вместе на эту тему поговорим, порассуждаем. Ну что же, я благодарна вам за ваши отзывы, за комментарии, за то, что посмотрели видео до конца. Я надеюсь, вам было интересно. Делитесь со мной своими впечатлениями. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok